Большое количество питательных веществ, аминокислоты, пищевых волокон, но при этом калорийность ниже, чем у популярной пшеницы. Экспериментальные образцы ржаной крупы сделали в Донецкой области. Для производства нужна специализированная линия, позволяющая раздробить злак до нужных параметров. Авторы проекта предложили варианты рецептов – ржаная каша с грибами и мясом или сладкая с добавлением изюма, чернослива, кураги и орехов. Для расщепления одного и того же количества крахмалов, пшеничного и ржаного, для поджелудочной железы человека должна вырабатывать на 30 единиц меньше инсулина, что является биопротектором в развитии сахарного диабета группы B. И при потреблении этой каши снижается уровень сахара на 3-4 единицы просто в первые дни использования. На полях такие злаки требуют минимального ухода. Практически полностью исключено применение пестицидов и минеральных удобрений, да и сама по себе рож является фитосанитарной культурой. Гибриды и сорты цієї культуры являют ценность оздоровчивую в севозмінах, в полевых умовах, потому что житель вообще конкурентно способен по впливу не зараживать наши грунты от многих збудников и от конкурования, уменьшения наявности бурьянів на полях, оздоровлять поля. По словам агроспециалистов, с посевами ржи в последние 10 лет наблюдается негативная тенденция. Сейчас в Харьковской области эта культура занимает территорию в 2,5 тысячи гектаров. При этом для покрытия медицинских норм потребления продукта 100 граммов в день для мужчин и 66 для женщин. Оптимально называют посевную площадь в 50 тысяч гектаров. Регион смогут обеспечить собственными семенами. В Институте растеневодства вывели 4 гибрида ржи – Харлей, Слобожанец, Юрьевец и Первесток. Их урожайность превышает 100 центнеров с гектаром. Если только будет спрос потребителей, а по всем качественным показателям этот спрос, безусловно, будет, тогда агропредприятий их не агитировать, не уговаривать не надо. Все считает, в аграрном комплексе правит балом бизнес, просчет. Безусловно, тогда и будут увеличиваться площадя, а на прилавках мы получим качественный, здоровый продукт питания. Сейчас в Институте растеневодства работают над еще одним вариантом применения ржи – производством биологического топлива. По оценочным данным, из 100 килограммов культуры можно получить 10 тысяч кубометров биогаза. А ржаная солома при этом подходит для прессования в пеллеты для твердотопливных котлов.